Дорогие друзья, Новый год уже близко и в этом видео мы с вами будем строить годовой гороскоп для восходящих стрельцов, чтобы знать на каких сферах будет главный акцент в ближайшем году и какие задачи будет подкидывать и вам, собственно, жизнь для решения. А это канал AstroGuide, твой проводник мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Но прежде чем мы с вами приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу вам пояснить, что прогноз у нас будет делаться по технике транзитов планет. Так как планеты у нас на небе постоянно двигаются, то, собственно, по их движению, их перемещению мы можем с вами делать определенные выводы. А транзит планет — это положение планет на небе в рассматриваемый нами промежуток времени, в нашем случае 2024 год. И мы с вами посмотрим, какая планета, где будет находиться именно в вашем гороскопе и сделаем, соответственно, выводы, да, что может дать такое положение в жизни каждого из вас. Я также напоминаю, что гороскопы на этом канале я рассматриваю именно в ведическом стиле. И в описании под этим видео есть ссылка на сайт, где вы можете построить свой персональный гороскоп и узнать свой восходящий знак. А план видео у нас с вами следующий, и сначала мы с вами рассмотрим самые длительные транзиты — это транзиты Сатурна, Юпитера, Раху и Кету. Я уже рассказывала на этом канале, что транзит Сатурна у нас длится два с половиной года в одном знаке, Юпитер в одном знаке у нас пребывает один год, а транзит Раху и Кету длится полтора года. То есть это транзиты, которые оказывают самое серьезное и важное влияние на вашу жизнь. Затем мы с вами посмотрим, какие планеты у нас будут ретроградными в 2024 году, а после обсудим коридоры затмений. Ну и, конечно же, напоследок, как вишенка на торте, посмотрим каждую сферу жизни, а именно сферу здоровья, карьеры, финансов и личную жизнь, потому что это наиболее запрашиваемые темы на консультациях. Ну что, давайте приступим к разбору. Восходящие стрельцы, а стрельцы это всегда молодцы, и у нас появляется отображение вашего гороскопа с положением планет и их аспекты. И начнем мы, конечно же, с анализа Сатурна, потому что на протяжении всего 2024 года он будет находиться у вас в третьем доме гороскопа. А третий дом гороскопа это в первую очередь про контакт с другими людьми и в целом с внешним миром. И так как Сатурн это всё-таки планета у нас серьёзная, планета, которая любит качество, ориентирована на работу в долгосрочной перспективе, то однозначно при таком транзите Сатурн будет заставлять человека пересмотреть круг своих контактов, заставляет более серьёзно относиться к окружающим его людям и к отношениям с этими людьми, которые формируются, складываются. То есть Сатурн, он предпочитает качество, количеству. И на протяжении вот этого транзита человек будет контактировать только, ну скажем так, с ограниченным числом людей, с которыми его связывают либо какая-то необходимость, либо какой-то долг, либо какие-то рабочие отношения. И тут вообще не стоит ожидать каких-то вот весёлых встреч с друзьями, да, весёлых встреч с единомышленниками из серии там каких-то посиделок в кафе. Либо их будет очень и очень мало. Ну либо такие мероприятия будут происходить достаточно редко. Ну и серии один раз в несколько месяцев. И даже если они будут происходить, то всё равно человек становится гораздо сдержанным, осторожным и в какой-то степени отстранённым от компании. И в целом старается не вступать в какие-то вот посторонние разговоры, да, даже если обстоятельства его к этому принуждают. И кто-то вполне может даже пересмотреть круг своего общения, круг своих контактов, почистить, убрать из своей жизни бесперспективных и ненужных людей. Хотя у кого-то из вас в вашей жизни могут появиться даже новые контакты, но опять же тут речь идёт про качество. И это будут люди, которые вам могут быть полезны, либо с которыми вы можете заключать какие-то договорённости, какие-то сделки. И возможно также появление ваших, например, старых друзей, либо друзей из детства, со школы, с университета, с которыми вы, ну скажем так, достаточно давно не общались. Но сейчас вы можете вот возобновить с ними это общение, либо им понадобится какая-то ваша помощь. И также Сатурн у нас указывает, что у вас могут быть напряжённые отношения с вашими братьями и сёстрами, либо вы станете с ними как-то меньше общаться, да, по каким-то причинам. Либо вот кто-то из ваших братьев, сестёр может, например, заболеть, либо в их жизни будут происходить какие-то, ну очень важные, может быть, не совсем приятные события. И возможно, как результат им тоже понадобится ваша помощь, либо ваш совет, но при этом вы будете находиться от них, скажем так, на каком-то расстоянии, например, либо за границей и поэтому не сможете помочь, либо вы, ну прекратите своё общение в результате какой-то ссоры, например, вот так. Также такое положение Сатурна указывает, что вы можете углубляться в изучение какого-то нового для себя предмета, либо развивать, например, своё хобби, даже проходить какое-то обучение по нему, либо это опять же будет обучение серии, ну повышение какой-то квалификации. То есть то, что поможет вам улучшить ваш профессиональный навык, либо приобрести навыки, которые вы в дальнейшем опять же сможете использовать в своей работе и монетизировать, так как всё-таки Сатурн у нас аспектирует пятый дом гороскопа. Но при этом же Сатурн может давать какое-то затруднение в учебном процессе. Материал, например, усваивается не с первого раза, либо с трудом, либо вам надо сделать несколько подходов для того, чтобы начать вот что-то изучать, что-то запомнить. То есть информация будет запоминаться сложно, потому что Сатурн, он в какой-то степени как бы так ограничивает и указывает на то, чтобы вот качественно усвоить материал, надо сидеть и грызть гранит науки, не поднимая головы и полностью погружаясь в то, что вы делаете. И Сатурн, опять же, это планета дисциплины, ответственности, планета усилий для получения какого-то конкретного результата. Поэтому, чтобы освоить этот материал, вам придётся, ну скажем так, с головой погрузиться в учебный процесс, который будет даваться вам с трудом, и вам придётся приложить много усилий, чтобы усвоить эту информацию. И, возможно, кого-то из вас эта ситуация может, ну, прям настолько сильно угнетать, из-за того, что вы, скажем так, будете морально не готовы к такой нагрузке, что, возможно, кто-то из вас даже сделает перерыв в учёбе, либо, например, возьмёт академический отпуск, ну, если вы учитесь в университете. Но по итогу у вас вот всё равно есть шанс вернуться к этому обучению и довести дело до конца. И тут важна именно сосредоточенность и систематичность. Вот тогда вы получите хорошие результаты. И та информация, которую вы изучаете, она действительно отложится в вашей голове навсегда, на долгое время. И, возможно, кто-то из вас даже захочет написать какое-то своё методическое пособие, либо научное издание, потому что всё-таки третий дом символизирует именно письменные работы. Но за счёт того, что своё влияние всё-таки оказывает Сатурн, то процесс написания этих работ, он может продвигаться достаточно медленно. И ещё Сатурн даёт чёткость и фундаментальные знания. И это однозначно будет работать при написании работ, поэтому изложенный материал вами, он будет, ну, без воды. Всё будет написано кратко, чётко, по делу. И только вот выдержка основной сути. И в целом этот транзит, он тоже хорош для проявления себя в каком-то ручном труде. Например, кто-то из вас может изготавливать какие-то вещи, либо предметы своими руками, да, типа там мастерить, шить и так далее. Причём это опять же будет, ну, не просто на потоке, а именно какая-то вот кропотливая и ручная работа. И через умение обращать внимание на детали и доводить их до совершенства, вы получите хорошие результаты и плоды своего творчества. И также перед кем-то из вас будет стоять задача по оформлению документов. Ну, документы эти могут быть абсолютно разные. Кто-то будет оформлять, например, визы, а кто-то будет, например, подписывать договор о сотрудничестве, кто-то будет подписывать договор о купле-продаже. И здесь опять же стоит подчеркнуть, что процесс подписания документов может быть, ну, в какой-то степени очень затянут, могут возникать какие-то препятствия, задержки, но лишь для того, чтобы сделать всё абсолютно правильно согласно букве закона. И, возможно, придётся доносить какие-то документы, доносить какие-то справки, либо очень долго готовить этот пакет документов. И, конечно же, этот процесс, он потребует вашего терпения, вашей стойкости, но по итогу вы получите то, что ожидаете, и выйдете из ситуации победителем. Также Сатурн, как управитель второго дома, может указывать, что, с одной стороны, деньги достаются вам с большим трудом, а именно вот, сколько вы заработали, столько вы и получите по итогу. То есть, ну, финансовая компенсация идёт пропорционально вашим трудозатратам, но с другой стороны, Сатурн всё-таки указывает, что результаты своего творчества, хобби, писательства, консультирования вы в том числе можете монетизировать. Я не могу утверждать, что это будет приносить вам, ну, прям очень много денег, но, опять же, компенсация будет пропорционально вашим затратам. И тут также важно, вот, избавиться от какого-то хлама вокруг себя, и, например, распродать ненужные вам вещи, да, либо отдать их на благотворительность. В целом, рекомендуется навести порядок в своём распорядке дня, в своей жизни, в своих контактах, в тех делах, которыми вы занимаетесь. То есть, даже вплоть до того, что вы прописываете планы, ну, на день, по часам, живёте согласно этого графика. И также Сатурн у нас аспектирует пятый дом гороскопа, это дом обучения, творчества, а также это сфера посещения каких-то выставок, мероприятий, увеселительных заведений. И тут можно сказать, что вы меньше времени будете уделять именно пустому времяпровождению. А вот кафе, рестораны и иного рода мероприятия вы будете посещать, ну, скажем так, только по необходимости, когда есть веский повод, и когда вот эти мероприятия несут для вас какую-то фундаментальную пользу. Ну, например, по каким-то рабочим вопросам, бизнес-встречам и так далее. И также пятый дом — это у нас дом детей, каких-то своих проектов, которые становятся вашим детищем. Причём пятый дом получает двойное влияние от Сатурна и от Юпитера, поэтому кто-то из вас узнает, что вы всё-таки забеременел в этом году, если до сих пор этого не произошло. Кто-то узнает, что станет бабушкой или дедушкой, кто-то будет работать над собственным проектом и развивать своё хобби, своё детище, ну, а кто-то просто больше времени будет уделять своим существующим детям, участвовать в их жизни, помогать им в каких-то проектах. И, кроме того, всё-таки Сатурн также аспектирует девятый дом гороскопа, а значит, кто-то из вас может даже решать какие-то юридические вопросы с органами власти. Опять же, например, когда вы будете оформлять, например, документы на визу и так далее. И в том числе в вашем окружении может появиться серьёзный и влиятельный учитель либо наставник, когда вы будете проходить какое-то обучение и вот с этим учителем вы точно не забалуете, он проверит ваши знания от корки до корки. И также в этот период будет актуальна тема отца, могут возникнуть какие-то проблемы с его здоровьем и ему понадобится, например, ваша помощь. И девятый дом это у нас ещё тема начальства, руководителей и как вот говорилось ранее, вы станете более отстранёнными, замкнутыми, поэтому со своим руководством у вас однозначно могут быть какие-то либо натянутые отношения, либо вы будете меньше общаться только, скажем так, по существу, только по рабочим вопросам и не более. И также Сатурн аспектирует девятый, двенадцатый дыма гороскопа, а это про поездки, дальние путешествия, и не исключено, что кто-то из вас может уехать по работе на длительное пребывание в другую страну, либо, например, начать работать с международной компанией, либо начать работать с иностранными клиентами, с иностранными партнёрами. Но тут давайте мы всё-таки обсудим положение Раху и Кету, которые дополнят наш прогноз, хотя мы с вами уже на канале обсуждали и есть видео про Раху и Кету, где я более детально рассказывала, что всё-таки вам принесёт это положение. Поэтому вы можете вернуться к этому видео и ещё раз посмотреть конкретно, что вам обещает этот транзит. Ссылка будет в описании под этим видео. Ну а сейчас я вам вкратце напомню. И мы разбирали наш разбор с положения Кету, то есть это та сфера, в которой вам надо навести порядок и расставить все точки над «и». И Кету у вас находится в 10-м доме гороскопа, а это значит, что однозначно будут приниматься вопросы по теме вашей профессиональной реализации, да, то есть либо по теме вашей репутации, статуса, авторитета, по теме вашей деятельности. И у кого-то из вас рабочие обстоятельства могут меняться, например, когда вы там работали на одной работе, в одной должности, потом вас, например, перевели в другое место, на другую должность. Либо работали в офисе, потом формат вашей работы изменился, и вы начали работать удаленно. Либо, например, вы перешли на другую должность, которая подразумевает много командировок, много поездок, в том числе заграничных поездок, либо кто-то из вас может, например, уволиться и перейти на свободный график работы, да, чтобы развивать какой-то свой проект, либо могут произойти любого другого характера обстоятельства, в связи с которыми вы не сможете посещать свой офис, ходить на работу по графику, как другие люди. И вот вам надо навести порядок, да, то есть разложить по полочкам, как вы планируете дальше реализовываться именно в профессиональном плане, в профессиональной среде. И, возможно, вы реорганизуете свои подходы к работе, потому что, ну, обязательства у вас поменяются, либо вы работаете новые форматы, новые правила в рабочих процессах, которые, опять же, позволят вам меньше уделять своего внимания там на всякие пустяки. Кету нам также подтверждает обещание Сатурна и указывает, что вот со своим руководителем вы начнете общаться гораздо меньше, да, то есть в самом лучшем случае это все-таки будет общение только по рабочим вопросам. А кто-то из вас напрочь может прекратить это общение, потому что, например, вашего руководителя уволят, и как вариант вы тоже займете его место, либо, например, вы уволитесь. И, конечно, 10-й дом это сфера социального статуса, и опять же, вам придется решать вопросы, например, по оформлению документов для легализации в другой стране, то есть оформлять либо ВНЖ, гражданство, либо какую-то рабочую визу и так далее. А вот все-таки новый опыт, ваша кармическая задача на ближайшие полтора года лежит в сфере четвертого дома по Раху, и это сфера нашего места жительства, движимого и недвижимого имущества, отношений дома. Поэтому кто-то из вас может засесть, например, у себя дома в четырех стенах, когда перейдет на удаленку и организует вот именно дома свое рабочее пространство. Кто-то из вас, возможно, купит или арендует офис для осуществления своей деятельности, ну, например, когда будет развивать свой проект, свое дечище. Так, кому-то придется из вас решать вопросы места проживания, если вы уедете за границу. И в целом можно сказать, что будет подниматься такой вопрос об обустройстве дома. И, возможно, кто-то будет покупать новую мебель, высаживать сад и огород, оформлять, как-то обставлять, украшать свой дом. А кто-то из вас заинтересуется покупкой, например, автомобиля. Причем, это может быть в том числе какая-то иностранная иномарка либо автомобиль, пригнанный из-за границы. И вот, что касается покупки недвижимости, то да, конечно, Раху раздувает эту тему, и кого-то из вас будет проявлено такое прям яркое желание приобрести новую недвижимость. Но факт совершения сделки и фактического получения ключей от новой недвижимости все-таки произойдет у вас, когда Сатурн перейдет в знак рыб. То есть не раньше 2025 года. А вот в 2024 году вы можете присматриваться, выбирать варианты, анализировать, например, рынок, чтобы потом максимально быстро среагировать во время покупки. И также четвертый дом, он поднимает отношения с матерью. И, возможно, вашей матери понадобится помощь, когда вам надо будет к ней приехать, помочь, например, по хозяйству. Либо, например, понадобится присмотреть за ней, если она болеет. Или вам придется оказать помощь в решении других вопросов, которые мама самостоятельно решить не сможет. И вот мы с вами уже говорили, что вы можете почистить, например, круг своих социальных контактов, меньше общаться с окружающими, в какой-то степени уйти в себя. И уйдете вы в себя именно по раху в четвертом доме. И вы будете сосредоточены на том, чтобы найти в себе вот этот внутренний стержень, внутреннюю опору, внутреннее счастье. И будете сконцентрированы на том, чтобы искать вот эту внутреннюю гармонию и расслабляться. И кто-то из вас, ну, кому-то из вас достаточно будет сходить на массаж, а кто-то будет стараться, например, проводить больше времени со своей семьей, создавать уют дома. Кому-то комфортно будет побыть, например, наедине с собой или там посидеть за чашечкой чая возле камина. Ну, у каждого будет свой подход. И четвертый дом это также про эмоции, которые вам надо научиться прорабатывать. И возможно, это будет проработка с помощью психолога. Или вы сами можете начать изучать, например, психологию, астрологию, какие-то схожие направления, потому что все-таки раху аспектирует восьмой и двенадцатый дома гороскопа, что указывает тоже. Но вот это самокопание на интерес к духовным эзотерическим практикам. И вот вам захочется прям окунуться глубоко внутрь себя, чтобы найти ответы на терзающие вас вопросы. И также аспект раху на двенадцатый дом нам еще раз подтверждает, что заграничная поездка однозначно будет. Причем она может быть и не одна, и даже, возможно, с каким-то длительным проживанием. Потому что в целом двенадцатый дом это дом путешествий и дальних поездок. И у вас получается три аспекта на него. Вот как раз мы с вами добрались до обсуждения третьей планеты. Это планета Юпитер. И до первого мая 2024 года Юпитер будет находиться у вас в знаке Овна. То есть в вашем пятом доме гороскопа. И как мы с вами говорили, тут опять же происходит двойное влияние Сатурна и Юпитера на пятый дом гороскопа. А значит, если вы где-то проходите обучение или заканчиваете свое обучение, то Юпитер однозначно поможет вам получить заветную корочку или диплом об окончании этого обучения. И он также поможет вам написать хорошую итоговую работу, либо, например, какую-то диссертацию, либо сдать финальный экзамен, он вам поможет. Но все это будет именно до первого мая 2024 года, потому что потом Юпитер сменит свой знак и перейдет в шестой дом вашего гороскопа. И если вы пойдете, например, на обучение уже после этой даты, то столкнетесь с теми трудностями и препятствиями, которые мы с вами уже обсуждали по Сатурну. Также этот период хорош для начала и развития своего проекта. И у вас Юпитер уже в целом в 2023 году находился в этом знаке зодиака, поэтому кто-то из вас уже мог стартануть и положить начало развитию своего проекта. Но кто-то этого до сих пор еще не сделал, тогда у вас открыт зеленый коридор именно до 1 мая 2024 года. И проекты эти могут носить как интеллектуальный характер, так и творческий. И если вы занимаетесь каким-то творчеством, что-то мастерите своими руками, то вполне вероятно, что для поиска вдохновения вы также можете сходить на какие-то выставки, музеи и так далее. Или вы можете посетить какой-то масштабный концерт или образовательное мероприятие для получения новых этот период знаменует именно звездный час для вас, когда вы можете продемонстрировать миру свои навыки, свои умения, свои творения, свои достижения. То есть Юпитер по пятому дому несет удачу и новые возможности для вас. И, например, если вы занимаетесь спортом, то этот период вы можете выигрывать разные соревнования, но, конечно же, через труд и усилия, которые вы заложите для достижения результата. Ну и, конечно же, это про появление детей и внуков, ну, как мы с вами обсуждали ранее. Также у вас Юпитер аспектирует девятый дом гороскопа и еще раз нам подтверждает, что вы можете общаться, например, с представителями органов власти, например, для оформления каких-то документов, либо по другим вопросам. И также до 1 мая 2024 года у вас есть потенциал получить новую должность. И вот кто-то может оказаться даже на руководящей должности, либо заключить сотрудничество с какой-то иностранной компанией. А кто-то из вас уже стал или еще станет руководителем своего проекта, своего детища. То есть мы с вами таким образом вот сузили вот этот промежуток времени, когда это осуществится. И также в этот период времени могут произойти какие-то новые знакомства. Либо вы будете собирать новую команду, либо у вас появятся новые единомышленники, последователи в вашем окружении. Но как мы с вами обсуждали ранее, общаться вы будете только сугубо по деловым вопросам. И также Юпитер аспектирует первый дом гороскопа, что указывает на работу над личным брендом, над своей экспертностью, а рост экспертности без новых знаний он конечно невозможен. И вот таким образом вы будете расширять свои знания, изучать какие-то новые вещи, новые направления, работать над собой, повышая свою экспертность и транслируя свою экспертность именно в массы. А вот 1 мая 2024 года Юпитер у нас переходит в ваш шестой дом гороскопа, и вектор внимания уже смещается на другие темы. И в первую очередь это дом рутинного труда, когда вы на себя возложите очень много обязательств, причем как в профессиональном плане, так и в повседневной бытовой жизни, и будет очень много задач и вопросов, которые вам предстоит решать. И в какой-то степени вы даже с головой уйдете в решении этих вопросов. Но так как Юпитер у нас все-таки планета позитивная, то значит вы будете получать удовольствие от того, что можете применить себя в большом многообразии вот этих дел и задач. И в идеале в своем рабочем пространстве, в своих делах вам надо навести вот этот порядок, как мы с вами обсуждали Пакету и Сатурну, потому что Юпитер, он как планета расширения даст вам прям большую многозадачность, большую работоспособность, работу 24 на 7, и это будет нескончаемый поток дел и вопросов, которые вам надо будет решать. Также 6 дом символизирует врагов, и за счет того, что у вас 12 дом гороскопа тоже получает три аспекта от других планет, то можно сказать, что в какой-то степени ваши тайные враги могут активизироваться и вставлять вам палки в колеса, либо, например, кто-то против вас будет плести какие-то интриги, либо, например, по отношению к вам будет применяться какой-то тайный шпионаж, но это абсолютно не значит, что вы со своими противниками будете на каких-то острых ножах яро выяснять отношения, а наоборот, вот вы с юпитерианской мудростью, наставнической добротой подойдете к решению этих вопросов и даже еще попытаетесь поучить кого-то. И это может быть применимо как в рабочих вопросах, когда вы учите своих сотрудников работать, но также 6 дом это про государственные организации, про какие-то бюрократические системы, в которых вы также можете либо осуществлять какую-то деятельность, либо оформлять какие-то документы, и вот вы будете учить госслужащих, как им правильно надо работать, чтобы они свою работу выполняли правильно, согласно букве закона и вообще по срокам. 6 дом это еще и прослужение другим людям, поэтому вы можете также оказывать поддержку, помогать другим людям в каких-то бытовых вопросах или по хозяйству, или даже займетесь благотворительностью, но так как управитель первого дома в шестом, Юпитер заставляет вас все-таки обратить внимание, пристальное внимание на свое здоровье, поэтому во второй половине 2024 года вам все-таки придется не просто проходить обследование, а вполне возможно даже обострение какой-то болезни или прохождение медикаментозного лечения, и конечно по Юпитеру очень важно следить за своим питанием, отказаться от разного рода интоксикаций и в целом вести правильный здоровый образ жизни. Так же как управитель четвертого дома в шестом, Юпитер может давать разные варианты исхода событий, либо необходимо будет решать проблемы своей семьи, а семья будет охотно этим пользоваться и вешать на вас все больше и больше забот. Либо вам придется решать проблемы со своей матерью, потому что она окажется в каком-то очень сложном положении, либо в плане здоровья это проиграется, либо по иным обстоятельствам, где потребуется ваша помощь, как в лечении, так и в уходе, либо потребуются ваши юридические знания для решения этого вопроса. Возможно возникнуть ситуации по вопросам недвижимости и серии типа купли-продажи, либо будет борьба за право иметь недвижимость, ну например какое-то судебное разбирательство, либо вы будете приобретать недвижимость или автомобиль в долг. А у кого-то из вас это просто проиграется как устранение дефектов и ремонт, например починка каких-то сломанных вещей в доме, то есть у каждого из стрельцов однозначно будет свой вариант развития событий и конечно Юпитер все-таки аспектирует 10 дом гороскопа, поэтому те рабочие обязательства, которые вы будете возлагать на свои плечи, это все для того, чтобы достичь вот именно высокого статуса и авторитета среди своих коллег в своей профессиональной деятельности, то есть вам будет все-таки хотеться улучшить свою репутацию, иметь больше влияния в профессиональной деятельности и быть вот тем наставником и руководителем именно с большой буквы для других людей, то есть авторитетом, которому идут за советом и который лучше знает как надо делать. И также Юпитер аспектирует второй дом гороскопа, а это про нашу кубышку, деньги, которые можно заработать и все-таки Юпитер как планета больших денег конечно же подтверждает, что ваш труд и ваши усилия они не пройдут зря и у вас открывается на самом деле хороший коридор для того, чтобы ну не только зарабатывать, но еще и откладывать заработанное в том числе для приобретения каких-то крупных и дорогостоящих товаров, предметов и так далее. И в целом свой вектор внимания вы в том числе будете держать на теме финансов и возможно вот кто-то из вас заинтересуется даже поиском дополнительных источников заработка либо заработка от каких-то инвестиций когда есть возможность получать пассивный доход ну например на каких-то валютно-обменных операциях либо на каких-то банковских процентах и тут опять же важно научиться правильно распоряжаться своими ресурсами своим распорядком дня и тем как вы расходуете свою энергию так что дорогие стрельцы вообще запасайтесь силами терпением и организовывайте свое пространство вокруг для того чтобы вот успешно справляться со всеми поставленными перед собой целями и задачами мы с вами идем дальше и мы переходим к рассмотрению периодов ретроградности планет и есть у нас в астрологии такое понятие как ретроградность планет когда могут происходить какие-то задержки все идет не по плану или вот вас как будто возвращают назад в исходную точку ну и серии либо там доделай либо переделай либо вообще подумай тебе это надо делать или не надо делать и вот например вы видите на слайде когда меркурий будет ретроградным я думаю вы все уже много раз слышали про ретроградный меркурий потому что обычно все свои косяки которые вообще совершают люди они почему-то списывают всегда на ретроградный меркурий но конечно же давайте обсудим что конечно же в ретроградный меркурий все-таки стоит перепроверять все свои документы договоренности да то есть уточнять у людей правильно ли вы друг друга поняли правильно ли вы друг друга услышали перепроверять документы и все написанное в них то что вы подписываете вообще то есть все перепроверять по 10 раз начинать какие-то новые проекты в ретроградный меркурий конечно же не рекомендуется потому что они будут очень краткосрочными вас обратно откатит в предыдущую точку но вот подчищать какие-то косяки залатывать дыры до устранять эти косяки все-таки в ретроградной меркурии рекомендуется также если вы планируете устроиться на работу то подписывать документы о трудоустройстве лучше в другие даты иначе опять же ваше сотрудничество но будет очень краткосрочным или например если в период ретроградного меркурия вы начинаете какое-то обучение то опять же ваш запал он может также быстро угаснуть как он собственно и появился далее марс у нас будет ретроградным с декабря 2024 года и вот этот кусочек декабря он мало того что будет ретроградный так он еще будет находиться в самом худшем для себя положении знаки своего падения и в этом знаке он будет пребывать 20 октября 24 года по январь 25 года и в этом худшем положении для себя он находится в восьмом доме вашего гороскопа восьмой дом гороскопа указывает на какой-то очень сильный стресс либо иного рода какие-то перемены и неприятности которых вот вы вообще не ожидали если вы планируете заниматься чем-то рискованным и экстремальным в этот период времени то на самом деле лучше отложить и потому что не исключена даже травматизация тела в этот период да а кто-то из вас вполне может быть втянут в какие-то неприятные ситуации в том числе с правоохранительными органами либо налоговыми инспекциями либо например криминалистикой у кого-то из вас могут даже возникнуть конфликты с руководителем либо с коллегами с командой с которой вы работаете и например в этот период вам могут поручить осуществление неосуществимых задач либо поставить какие-то неадекватные сроки их выполнения что также будет влиять на уровень вашего стресса либо в том числе вашей деятельности например возникнут проблемы которые свалятся как снег на голову и все и опять стресса кризисная ситуация и конечно же еще одна актуальная тема такого положения марса это деньги как свои деньги так и чужие деньги и возможно будут у вас какие-то например непредвиденные траты ну и также если вы ожидаете получать какие-то премии то их придется отстаивать обосновывать в какой-то степени и сражаться за свои крупно заработанные но опять же для кого-то из вас актуальными будут вопросы наследства например и получение страховых выпад выплат либо компенсация какого-то ущерба в результате вот этих непредвиденных обстоятельств которые случатся если вы на этот период будете планировать какую-то например операцию или хирургическое вмешательство то я бы вам рекомендовала все-таки отложить их до лучших времен и вот эти все перечисленные события они могут происходить уже начиная с конца октября но в период ретроградного марса в декабре 24 года вам надо будет уделить особое внимание и не просто эмоционально реагировать на вот эти возникающие проблемы события и выяснять отношения со всеми вокруг да а стратегически подникнуть в суть возникающих проблем разобраться в них написать пошаговую скажем так стратегию инструкцию по вашим дальнейшим действием потому что в какой-то степени это для вас будет точка роста и подходить вот к решению этих вопросов все-таки надо обязательно с холодной головой потому что на эмоциях вы можете наломать очень много дров и также вы видите даты у нас ретроградности сатурна и юпитера это две большие планеты и они с большего будут возвращать именно в нерешенные задачи по своим темам которые мы с вами обсуждали ранее в этом видео и также они могут давать какие-то например задержки в реализации задуманного например по сатурна у вас будут например задержки в оформлении документов и вот вопросы они могут решаться медленно да то есть надо обратить внимание придется точнее обратить внимание на какие-то детали и будет такое ощущение что вы вроде делаете шаг вперед при этом откатываетесь на два шага назад и как будто либо стоите на месте либо движетесь со скоростью черепахи не все у вас получается с первого раза но тут опять же стоит проявлять терпение потому что это все явление временное и на самом деле вот это время лучше посвятить подготовки каких-то мероприятий там сбору документов каким-то например черновым работам до чтобы потом взять и просто выстрелить в определенный момент и также обстоятельства могут вернуть вас в нерешенные вопросы с вашими братьями и сестрами либо вот вашей жизни в этот период объявится какой-то старый знакомый из юности до с которым вы давно не общались а может быть кому-то из вас в том числе придется пересмотреть условия сделки на которые вы договорились ранее но сделка может быть абсолютно любая купля-продажа оформление документов и так далее и аналогичная ситуация у нас идет по юпитеру который в том числе может давать вам задержки с оформлением документов каких-то инстанциях либо задержки в каких-то рабочих процессах либо возврат в решение бытовых вопросов либо это будет период когда еще раз надо будет пройти какое-то обследование по здоровью то есть обратить более пристальное внимание на свое здоровье либо например что-то переделать либо изменить цели которым вы идете до пересмотреть план своей работы или кто-то из вас будет заниматься оформлением переоформлением документов на движимое недвижимое имущество и так далее то есть юпитер конечно же в отличие от сатурна у нас планета все-таки добрая и юпитер вам в том числе подарит второй шанс воспользоваться какими-то ресурсами на которые ранее вы могли махнуть рукой но давайте мы пойдем с вами дальше и обсудим с вами такую интересную тему которая обычно страшат все астрологи на просторах интернета это коридоры затмений но давайте мы с вами будем разбираться потому что их бояться абсолютно не стоит 2024 году у нас с вами будет два коридора затмений одно весеннее второе осеннее длится коридор затмений у нас ровненько две недели и коридор затмений он всегда происходит по вашим кармическим точкам раху кету которые мы с вами уже обсуждали в этом видео и это своего рода проверка и экзамен в том ли направлении вы двигаетесь там ли вы навели порядок на насколько качественно вы получаете тот или иной опыт о котором мы с вами говорили ну и в какой-то степени вот обстоятельства которые будут складываться происходить с вами в коридор затмений они будут указывать векторы направления куда вам стоит обратить свое внимание и на чем вам предстоит еще поработать и да в этот период времени либо чуть-чуть позже могут происходить какие-то совсем нежданно негаданные события которые будут вызывать стресс переживания но опять же это все явление времен временное и тут есть один важный нюанс то есть по моей статистике все-таки часть людей чувствительно к весенним затмением происходят какие-то важные события которые меняют жизнь осенние затмения ну как бы проходят мимо их абсолютно не чувствует а другая часть людей все-таки к весенним затмением нормально ну как жили так и живут а вот в осенние затмения происходят какие-то непредвиденные ситуации какие-то очень важные значимые ситуации но опять же у кого-то они могут быть носить позитивный характер у кого-то это стрессовые кризисные ситуации вот попробуйте вы сейчас вспомните предыдущие годы своей жизни и когда затмение оказывали на вас все таки больший эффект летом весной или осенью зимой но мы вернемся к нашим затмениям 2024 года и открывает коридор затмения у нас лунное затмение 25 марта в знаке девы закрывает коридор затмений солнечное затмения 8 апреля в знаке рыб и как правило лунное затмение но все-таки больше действует у нас на девушек а солнечное затмение но больше дает свое влияние на мужчин и тем не менее в пределах этих дат три дня до три дня после самого коридора затмений обязательно держите в себя в руках и не поддавайтесь на провокации от других людей и от тех жизненных обстоятельств которые будут происходить в вашей жизни и все-таки лунное затмение весной будет десятом доме вашего гороскопа это та сфера в которой вам надо было наводить порядок пакету да о чем мы говорили с вами ранее и вот в пределах этой даты стоит ожидать какие-то новости и сюрпризы касательно вашей работы и профессиональной деятельности то есть для кого-то как исключение они могут носить конечно же позитивный характер но с большего я бы все-таки этому лунному затмению дала негативную трактовку именно это лунное затмение положить начало каких-то перемен которые не удастся избежать и в какой-то степени но может даже присутствовать разочарование какие-то там препятствия преграды по реализации задуманного возможно кто-то из вас столкнется с какими-то важными проверками по своей сфере деятельности либо с решением каких-то официальных вопросов когда придется выяснять отношения с чиновниками с начальством которые в том числе будут вызывать сильный эмоциональный стресс но опять же для кого-то это может быть как потеря должности во благо создания своего проекта для кого-то это будет новое назначение которое тоже придет нежданно негаданно а вот к завершению коридора затмений ну то есть по солнцу вам надо сесть и подумать как вы организуете свое пространство ну например когда кто-то будет работать из дома или кому-то придется спланировать все свои командировки отлучки из дома либо спланировать какие-то свои путешествия либо понять вот какие перед вами вообще стоят цели по вопросу с недвижимостью там с ремонтом с приобретением чего-то в доме так далее либо с приобретением дома как вариант да то есть по крайней мере надо выработать для себя будет план и задачи на ближайшие полгода потому что как правило результаты одного коридора затмений действует до начала следующего коридора затмений а вот осенний коридор затмений у нас открывает уже лунное затмение 18 сентября на в знаке рыб а закрывает его солнечное затмение 2 октября но уже в знаке девы и по лунному затмению которое будет в четвертом доме вашего гороскопа снова будут подниматься такие вопросы которые будут касаться вашего дома обстановки в ней каких-то бытовых дел также вопросы ощущения внутреннего счастья поиска того стержня уверенности в себе о котором говорилось ранее в этом видео либо будут подниматься вопросы во взаимоотношениях со своей семьей а вот по солнечному затмению тут вы выстраиваете план и дальнейшие действия уже по профессиональной реализации то есть что когда и как вы планируете делать чтобы улучшить свою репутацию расширить свое влияние подумайте каким образом вам надо реорганизовать свои рабочие процессы и так далее то есть тут должен присутствовать именно стратегический план по работе которые вы будете воплощать следующие полгода но давайте мы с вами уже перейдем к обсуждению каждой сферы в более мелком диапазоне дат периодов и я напоминаю что опять же это общая тенденция и возможно кто кого-то из вас ваш личный гороскоп защитит а кому-то наоборот подтвердит что вот этих периодов о которых я буду говорить не избежать и таких тем и слайдов у нас будет 4 штуки поэтому либо ставьте видео на паузу чтобы выписать даты либо делайте print screen чтобы сохранить эту информацию и начнем мы с темы здоровья и первый пункт это обследование и check-up организма или еще как вариант это период может символизировать какой-то например социальное отстранение то есть когда вы не столь активны в своей повседневной жизни а как будто перешли на такой немножко сберега энергосберегающий режим или вот обстоятельства опять же вас заставляют побыть в каком-то одиночестве далее лечение и это наиболее вероятные даты когда кто-то из вас будет например либо просто витамины пить для профилактики а у кого-то может даже произойти какое-то обострение заболевания и потребуется в том числе медикаментозное лечение либо например будут происходить какие-то другие манипуляции по здоровью в этот период времени и последняя дата в плане здоровья это вторая половина 2024 года когда у вас могут происходить неожиданные стрессовые или непредвиденные даже ситуации которые повергнут вас в шок и будут вызывать какой-то эмоциональный стресс и вот тут обязательно надо держать руку на пульсе потому что вообще произойти может все что угодно далее личная жизни и тут вы опять же видите три градации первая градация это расставание либо какие-то неприятности с партнером то есть кто-то из вас может поставить например точку в отношениях в этот период времени у кого-то это может проиграться как резкая спонтанная поездка когда вот либо вы либо партнер можете куда-то уехать например в командировку либо для решения каких-то семейных вопросов и это вот будет такое вынужденное расставание либо например в жизни партнера в этот период времени ему могут произойти какие-то непредвиденные ситуации стрессовые ситуации которые в том числе как результата отразятся на ваших взаимоотношениях и тут важно опять же предупредить партнера что пожалуйста там будь аккурат аккуратен да и не выяснять какие-то отношения скандалы хотя внешние обстоятельства в том числе вас могут провоцировать на этом далее процветание в личной жизни это такие благоприятные периоды периоды романтики наслаждения личной жизнью когда по сути все идет красиво все как по маслу выходите на свидание наслаждаетесь отношениям если вы холосты то в этот период времени конечно же у вас может появиться ухажер либо вы с кем-то официально в этот период времени вступите в отношения либо это опять же рост и процветание вашего партнера например ему сопутствует удачу в рабочих вопросах и следующий пункт это конфликты это такие периоды когда обстоятельства именно вас будут склонять к выяснению отношений в паре могут быть какие-то споры конфликты например из-за разных взглядах на ту либо иную ситуацию либо у кого-то из вас это может проиграться как болезнь партнера у кого-то как измена но вы также можете заметить что некоторые периоды из разных категорий друг с другом все-таки пересекаются то есть но помните что одно другому не мешает и вот жизненные обстоятельства бывают разные например вы можете сходить с кем-то на свидание но при этом не обязательно изменять своему партнеру но после чего последуют конфликты разборки с вашим партнером либо наоборот например сначала вы поругались а потом вы пошли с кем-то случайно познакомились на свидание ситуации бывают разные мы с вами идем далее и следующий слайд это карьера и социальный статус этот подразумевается как ваш профессиональный статус так и социальный статус ну по типу оформления каких-то там документов на получение внж гражданство рабочих виз брак развод и так далее и вот вы на слайде тоже видите три промежутка времени которые являются наиболее такими благоприятными как для карьеры так и для подачи на документов на внж либо на рабочую визу и вот например если вы хотели в том числе попросить какую-то новую должность перевестись в новый отдел то это вполне можно сделать вот в этот период времени а также тут есть у нас графа рост через трудности и в эти периоды времени могут всплывать какие-то обстоятельства или вопросы в какой-то степени которые будут вот мешать вам в продвижении да то есть возникнут проблемы которые надо решать и вы вынуждены будете вот преодолевать эти препятствия и затем вы видите не самые благоприятные для вас периоды для принятия каких-то очень важных решений либо эти периоды не подходят для запуска каких-то новых проектов либо например неблагоприятно также общаться со своим руководством и в целом этот период неблагоприятен для проявления себя на публике и также в этот период у вас может не хватать сил и все будет как будто валится из рук либо будут возникать какие-то сложные проблемы и препятствия для реализации задуманного вами поэтому обязательно держите руку на пульсе ну и сильно не психуйте потому что ситуацию вы все равно сильно не поменяйте и мы с вами идем дальше еще один слайд это финансы и так уж устроено в нашем гороскопе что деньги у нас не зависят от занимаемой нами должности поэтому пожалуйста также ознакомьтесь с датами когда стоит ожидать рост и процветания своих финансовых поступлений ну например когда вам выпишут премию какую-то на работе либо кому-то из вас поднимать зарплату либо это могут быть иного рода поступления у кого-то проиграется как купли-продажи товаров до у кого-то проиграется как финальный расчет если будете менять место работы также в эти периоды можно дополнительно заработать через заказание каких-то услуг например ну то есть в целом это периоды когда для вас могут быть финансовые поступления а вот в разделе потери и траты смотрите вот аккуратно потому что в эти даты могут быть какие-то непредвиденные траты либо вы можете наткнуться на мошенника в том числе и с одной стороны если вы планируете какие-то крупные покупки совершать ну как-то тратить деньги тогда хорошо а вот если вы в эти даты не планируете совершать какие-то покупки тогда произойдут неожиданные обстоятельства когда вам придется все-таки потратиться либо заплатить до либо куда-то вложить деньги Например, на лечение, на ремонт и так далее Так что будьте аккуратны И, наверное, друзья, в общих чертах это все, чем я хотела с вами поделиться Пожалуйста, помните, что это общий прогноз для стрельцов Если вы хотите получить более персонализированный прогноз Обязательно обратитесь на консультацию к астрологу Чтобы сверить свои планы с обещаниями вашего персонального гороскопа И обязательно подписывайтесь на этот канал Поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими А с вами была Саша Ващилка И до новых встреч!